Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 теории. Ну, всегда хочется верить в доброе, светлое, вечное, в кавычке, апостолёт. Ну, понятно, да. Что оно всё не просто так, где-то там есть. Ну, я так понимаю, что это не только наша история победы, но и в германском и немецком обществе, видимо, после войны сохранялась вот эта легенда, что Гитлер жив. Ну, для того, чтобы подписание акта о капитуляции — это не окончание идеологической самой развития идеологии. — Да, ну и нет, я согласен, там, что касается Германии, действительно, часть эстеблишмента, она была, собственно, уже Германия ФРГ здесь имеется в виду, именно Западную Германию, да, часть эстеблишмента ФРГ, она была либо в членах партии, либо состояла в организациях типа СС. Но, собственно, это была такая целенаправленная позиция Конрада Аденаура, первого федерального канцлера ФРГ, который сам в партии не состоял и, более того, даже преследовался. Там было несколько эпизодов. Вот. Но надо понимать, да, что когда идет деноцификация, устроенная союзниками, вам нужно где-то брать кадры. — Все равно и... — Кадры, а кадры из вакуума взять нельзя. Вот, собственно, они и брали дипломатов, финансистов, администраторов, управленцев, да, специалистов по госуправлению. Вот они оттуда всех брали. Других-то не было просто. — Ну да, откуда ты возьмешь кого-то другого? — Ну, естественно. Но здесь надо сказать, что действительно были, мы знаем, как бы, самый известный, это Нюрнбергский процесс, но были процессы над менее такими значимыми фигурами партийных бонс. Им давали сроки достаточно умеренные, выпускали по амнистии, и так далее, и так далее. Но вот первые лица, те, которые были осуждены на Нюрнбергском процессе, допустим, там, к 25-летнему заключению, типа Альберта Шпеера, ну, они не приняли потом участие в строительстве ФРГ, хотя вполне себе спокойно существовали и зарабатывали уже деньги мемуарами. Как часто бывает. — Легально, причем абсолютно. — Да. — При том, что были осуждены как-то. — Да, ну, Шпеер вышел, вот, потом давал интервью и писал мемуар о том, как это все было. И, разумеется, не беря на себя никакой ответственности и все сваливая на тех, кто уже не может за себя что-то сказать. — Ну, это, наверное, наиболее правильная позиция. — Что логично, да, да, да. — Насколько я знаю, что вот как раз новая волна, я имею в виду, что вот первая волна неверия в то, что Гитлер покончил с собой, она была сразу, вот, грубо говоря, послевоенная, а вторая-то началась, когда начали отпускать вот первых как раз арестованных по всем вот этим вот делам. Пишут, что очень странные показания вообще давали. Мол, где-то какие-то секретарши, какие-то няньки услышали два выстрела. Как они могли это услышать, когда стены и двери были звуконепроницаемые? И интересуется вообще, был ли хоть один живой свидетель, который точно мог сказать, что да, я подтверждаю, что Гитлер мертв. И знаете ли вы что-нибудь о показаниях Ханна Райч? Ханна Райч — это вот летчица, насколько я знаю, да, и приближенная к Гитлеру. — Ну, понимаете, я сейчас не знаю, так сказать, законы, связанные со строительством бункеров, мне сложно сказать, насколько там звук проникает или нет, но, собственно, сами материальные остатки свидетельствуют о том, что это состоялось. Там же экспертиза проходила через дантистов. Даже не самого дантиста, а его ассистентки, которая, собственно, давала показания, сказала, что по челюсти, да, это челюсть Гитлера. Да, там, с пломбами, с зубами и так далее, и так далее. Вот на этом основании делался вывод о том, что это и есть, собственно, челюсть Гитлера. — Илья, сейчас нас начнут бить версии с двойниками. Не, ну, знаешь, двойники двойниками, но зубы настолько уникальны, ну, нам как раз... Слушай, ты знаешь, я хочу тебе сказать, я вчера такого начиталась по этому поводу, да, что якобы к стоматологу Гитлера ходил именно двойник, и там был не его слепок, бла-бла-па, потом, зачем Ева Браун незадолго до смерти заказала два золотых себе моста, хотя у нее, мол, были идеальные зубы, и там такие версии, о-хо-хо. — Ну, понимаете, я вообще, честно говоря, удивляюсь, собственно, что, что, собственно, да вот даже если, допустим, так, предположим, такой вот делаем мысленный эксперимент, ну, хорошо, вот он жил в Аргентине, что? Что это меняет в общей картине вообще? Ничего. Вот ровным счетом ничего. У нас могут быть вопросы к Аргентине, почему? Но, с другой стороны, понимаете, Латинская Америка, что Аргентина, что Чили, ну, у них там были, да, поселения, но надо сказать, что у них были не только нацистские поселения. Вспомним, где закончил в свои дни Эрих Хон и Кирова супруга, бывший лидер ГДР. Они оказались в Чили. — В Чили, да. — Но в этом смысле и что? Просто я хочу сказать, что да, там какие-то связи были, исторически обусловленные с Латинской Америкой, да, там, со времен еще 19 века, но это ровным счетом ничего не меняет, потому что даже если он остался жить, это нам ни о чем не скажет. Ну, вот ровным счетом ни о чем. Поэтому... — И не принесет нас сказать в историю ни плюсов, ни минусов. — Ни плюсов, ни минусов. Вообще ровным счетом ничего. Знаете, вот вы вспоминали все эти волны? В конце 80-х годов был очередной такой очень крупный скандал в Западной Европе, в частности, в ФРГ. Был такой журналист, авантюрист, который подделал его дневники. Не слышали такую историю? Вот, значит, он их сам писал, купил какие-то тетради 30-х годов, соответственно, чернила, стал писать, просто вот описывая то, что он видит. Ну и как-то вот... Идет дождь там. Вот. — Что вижу, то пою. — Да-да-да. И продал журналу Штерн за какие-то безумные миллионы дочь марок. Тут же стали их все перекупать. Потом выяснилось, что это совершенно такая сертификация и обман. Он получил срок, собственно, отсидел. Теперь, по-моему, у него там есть какой-то музей фальсификации. Но, собственно, вот это все... — И теперь пишет мемуары. — Да. Это всех очень взбудоражило. Понимаете, когда вы находите дневники, это гораздо интереснее, потому что вы можете как бы залезть в внутренний мир человека и немножко попытаться реконструировать его какую-то жизнь и его ход мыслей. В данном случае, что он там делал в Аргентине? Ну и что? Вот сидел он на ранчо. Я не представляю, что он сидит на ранчо. Должны были остаться, я уверен... Вот давайте предположим, опять-таки, какие-нибудь его картины. Человек был творческий. Прямо скажем... Художник. Начнем с этого. Да, и даже будучи диктатором... Не признали, стал Гитлером. Да, будучи диктатором, он все равно любил... Он мог писать. Но он любил... Уже не акварели были, а какая-то такая графика у него там в блокнотах была, когда он давал советы Шпееру и Фердинанту Порше, как должен выглядеть, значит, Volkswagen Жук, впоследствии назвавшийся именно так. Вот. То есть он должен был что-то делать пенсионер. Вот он как-то вспоминает свои хобби. Он должен был что-то после себя оставить. Ничего подобного не всплыло на рынке. А, соответственно, есть большое... Вы, зря сейчас провоцируете. А я подсказываю идею. Беру недорого. Да, да, да. Три процента можем торговаться. Да, 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 да. Сейчас появятся картины, которые лично писал. Из Аргентины, собственно. Сандами какими-то. И так далее. Вот, да, да. Ну, уже это хорошая версия, но без... Так, ну нас, коллеги, надо отбиваться. Завалили. Самоубийство Гитлера. Тем более, что нам не удалось обнаружить и Бормана. Я тогда подумал, а не удрал ли Гитлер в самый последний момент, когда уже не было надежды на помощь Берлину извне. Такое предположение я высказал в Берлине на пресс-конференции советских и иностранных корреспондентов. Несколько позже, в результате проведенных расследований, опросов личного медицинского персонала Гитлера и так далее, к нам стали поступать дополнительные, более определенные сведения, подтверждающие самоубийство Гитлера. Я убежден, что для сомнений в самоубийстве Гитлера оснований нет. Прямая цитата из мемуаров Жукова. Ну, собственно, он там и ответил на этот вопрос. Вот вам ответ. Я подготовилась. Я понимаю. Спасибо большое. Проблема включается в том, что мы об этом с вами начали с этого, что, ну, странно верить, что так все просто закончилось. Тем более, вот, где это тело? Если бы еще тело бы лежало в красивой позе в кресле, его нет. Да, там на диване, по-моему, были обнаружены капли крови. Ну, даже не капли. И, собственно, они хранятся, по-моему, в архиве ФСБ, эта ткань. Это слишком просто. Не верится в это. Но как только была приведена работа СМЕРШа, собственно, все было найдено, и Жуков уже здесь не сомневался. Ну, по-моему, это логично совершенно. Первая реакция, разумеется, такого не может быть. Кажется, что он где-то спрятался, где-то там за занавеской. Либо труп, либо он. Но... Либо труп его. Либо он сам спрятал свой труп. Ну, да. Вот. Но нет. Такого, да, понятно совершенно. Это очень такая психологическая, простая реакция, на самом деле, мне кажется. Ну, да, потому что сложно поверить в простой. И наоборот, как раз легко поверить в сложное. Ну, да. А если уйти все-таки от товарища или господина Гитлера, это... Он был товарищем, он был портагеносом. Да, он портагеносом, да. Я поэтому и говорю, что он портагеносом. Если уйти от него, он единственная фигура, вокруг которой возникает столько... Хорошо. Мистификация. Я хотел назвать бредом, но тем не менее. Да нет. Ну, собственно, много же. Собственно, вы вспомните, что происходит с Николаем Вторым. С царской семьей. Уж сколько экспертиз. Проводили, проводили, проводили. И по-прежнему. Все мало. Есть сомневающиеся. Есть те, кто считает, что это не так. Поэтому здесь, понимаете, здесь даже неважно плохой или хороший. Есть кто-то, в чей уход такой вот какой-то странный, непонятный, не хочется верить и хочется предположить, и хочется как-то себе дать такую установку, что нет, так просто не могло быть. Что где-то они все равно остались. Ну, смотрите, вот наш любимый Лукич, в смысле Ильич, он мертв? Может, он в Аргентине? Ну, я насчет... А кто же его знает? Нет, мне кажется, надо где-то в Швейцарии искать. Окей, хорошо, пусть в Швейцарии. Может быть, он уехал в Швейцарии и не умер. Почему? В горах, кстати, хорошо все сохраняется. Вот. Еще лучше, чем Музолей. А почему не возникло здесь много мистификаций, как вам кажется? Ну, мне кажется, потому что это было не нужно изначально, любые слухи могли... Ну, нет, собственно, да, слухи-то были по поводу того, а сам ли умер Ильич. Здесь же как раз было, что могли отравить, потому что и мог Сталин это сделать, потому что это знаменитое письмо к съезду было, где Ленин предупреждал, что нельзя, значит, ему доверять, он сосредоточил в своих руках такой объем власти и так далее, и так далее, что здесь Сталин мог постараться сказать врачам, и что-нибудь врачи там ему вкололи или не вкололи, и вот таков результат. Здесь вполне тоже может быть такая версия, и, собственно, есть эти версии, что просто так люди такие не уходят. То же самое и со Сталином, как известно, отравил его Берия и там ближайшее окружение или не отравил, или не организовал своевременную медицинскую помощь, да, там вся эта история. Ну, а Сандропов есть еще, что далеко уходить, у нас вон история, вот, знаете... Да-да-да, с Сандроповым, что его... Каждый вождь уходит совсем. Да-да. Когда он уходил, тоже была версия, что его отравили по причине того, что он же молодой, достаточно был. Ну, вот возникает желание, что просто так люди от власти не уходят. Можно вспомнить, дай бог здоровья, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, собственно, тоже есть какая-то теория, что он просто так люди не уходят, почему он так просто подал в отставку с поста президента СССР, наверное, ему за это заплатило мировое правительство, и сейчас он на эти деньги, собственно, существует, в то время, как вся страна, значит, находится в таком бедственном положении. Есть же такая версия? Есть. Ну вот, понимаете? Я боюсь представить, что будет, когда Владимир Владимирович уйдет. Так, сейчас не надо. Давайте останемся все-таки в истории. Но историкам все равно предстоит с этим тоже разбираться. Самое большое количество мистификаций в отношении Гитлера или есть исторические личности, над которыми как раз мрак и вот эти тайна ухода, прихода было больше? Вы знаете, мне кажется, это все зависит от того, в какую эпоху существовали эти личности. То есть, вот для своей эпохи, допустим, Гитлер, это очень существенное. И периодически мы видим, как эти всполохи обнаруживаются. А мы не знаем, вспомним 19 век, вот вам Александр I. Этот старец Федор Кузьмич, а не могло так бы все просто, а что он делал в Таганроге и так далее, и так далее. Для того времени это тоже обсуждалось почти весь 19 век, что это было такое. Вспомним еще раньше, можем вспомнить там 18 век и фигуру Петра I. что это подменили, не подменили, когда он уезжал куда-то в Западную Европу, что вот уехал нормальным русским православным царем, а вернулся каким-то непонятным императором западным. Западенец. Да-да-да, совершенно верно. То есть, здесь, понимаете, для каждой эпохи будет о Пугачев, вся эта легенда с Петром III, ну и так далее, и так далее. Олжедмитрия. Ну, то есть, здесь мы можем копать для каждой своей эпохи, и более того, существенным то, что тот же самый Олжедмитрий, то есть, это люди-двойники, которые, собственно, пытались взять власть, да, прикрываясь чужой личностью. Здесь, к счастью, такого не произошло. Я имею в виду Гитлера в 20 веке, что не нашлось сумасшедшего, который бы сказал, где-нибудь в Аргентине, допустим, или в Чили, или не знаю где, сказал, что я Гитлер, вот я чудом уцелел, давайте возвращаемся. Мне кажется, что на лентах было несколько лет назад был человек, у которого фамилия Гитлера, и он даже что-то там говорит, и был еще один, по-моему, персонаж под фамилией Ленин. У меня, я почему, это... Это уже было лет тогда. Они, типа, внуки. А, понятно. То есть, они... По наследству. По наследству, то есть, там все... Такая вот непростая жизнь у людей, что такие фамилии им передаются по наследству. По наследству. Ну, я так понимаю, что они просто... И желание власти. Да-да-да-да. Самое главное. Чтобы поймать вот этот хайп, ну, паспорт, знаешь, поменять сейчас, это пять минут, как таково, и не очень сложно. А насколько такие гипотезы легко расследуются? Вот с точки зрения как раз историка. Ну, с точки зрения историка, принципиальным, всегда для историка являются документы, свидетельства, то есть то, что называется историческими источниками. Они могут быть любыми совершенно, да? Это могут быть источники устные, это могут быть источники письменные, художественные, творческие, и так далее, и так далее. Это, собственно, и есть материал для историка, который расследует. И в этом смысле профессия историка несколько напоминает профессию следователя. Стоит только разница, что историк имеет дело только уже с прошедшей эпохой. Ему нужно восстановить то, что было по документам каким-то. Вот, собственно, это является основным таким орудием для историка. Ну, и глава, который позволяет сделать выводы на основании прочитанных документов. Ну, то есть вы идете, а зачастую, исходя из исторических параллелей, вы идете по следам следователей? Ну, с такой, ну, своего рода, можем и с методологией следователя. То есть, когда надо сопоставить два, например, источника, они могут противоречить друг другу мнению. Да, тогда надо искать третий для того, чтобы убедиться, кто из этих двух прав или четвертый, пятый и так далее, и так далее. Собственно, чем больше этих источников, тем глубже будет, собственно, эта база аналитическая, которая позволит сделать какой-то вывод. Да, Дарья Александровна. Продолжим мы через несколько минут этот разговор, друзья. Обязательно почитаем ваши сообщения, ваши версии. Сюда же принимаем. Тут уже нападало, ой-ой-ой, сколько. То есть, ты хочешь сказать, нам обвалили все-таки. Ну, наследники все. А, кстати, между прочим, товарищи наследники, пишите нам тоже. Мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. Потапенко будет. У меня по-прежнему в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Институт общественных наук Ранг Хиггс, Илья Женин. Илья, исторический ли это факт, что Гитлер увлекался оккультными науками? Или это все-таки домыслы? Ну, все зависит от того, что вы имеете в виду под влечением. То, что ему было это интересно, безусловно. Ну, подождите. Увлекался как? Какие-то коллекции? Вот, увлекался очень серьезно Гиммлер, то есть глава СС. Гитлеру было это интересно, скажем так. Ну, спиритически, так, я фигово, владею терминологию, спиритические сеансы проводили. Мне такое неизвестно, чтобы он участвовал в спиритических сеансах, честно говоря. Вот, то, что были экспедиции, вот я там сказал ранее, в Тибет, в Исландию, в рамках научно-исследовательских таких институтов в СС, это была такая организация, Анан-Эрбе, у них были такие исторические институты, которые устраивали эти экспедиции. Но цель-то... Цель найти различного рода артефакты, которые покоряют мир. Ну, вот, понимаете, вот здесь можно, да, копье Зигфрида и так далее. Ну, да. Вот, в принципе, найти артефакты, которые бы обогатили и дополнили вот эту арийскую философию или истриософию, если угодно, да, какими-то нам новыми смыслами. А древности германских племен и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, логика была достаточно прагматична, чтобы доказать, что условная чистая арийская нация, она чуть ли не правовестник мира. Ну, в каком смысле, да, да. то есть, логика была вполне такая по форме сценцистская, то есть, такая научно ориентированная. Другой вопрос, что мы здесь можем задать различного рода такие, да, сомнения могут быть с точки зрения интерпретации. Ну, в общем и целом, да. Но, по большому счету, мы видим, да, вот, например, если сравнить это к вопросу о спиритизме, к вопросу об оккультности, если мы сравним там замки СС, которые строились для СС, вот там будет все очень символично в оккультистских каких-то, ну, скажем так, древнегерманских символах, да, с рунами и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на те проекты, которые сам курировал лично Гитлер и утверждал, например, та же самая рейс-канцелярия, во дворе внутреннем, который находился этот бункер, мы не увидим там чего-то такого оккультистского, это скорее отсылка будет к древнеримской имперской архитектуре, ну, просто вот, чтобы так было, стилистики, да, чтобы было понятно, вот это важно, мне кажется, да, наглядно проявление просто, да, здесь не надо даже глубоко куда-то идти, мы просто видим, как это выглядело, и на этом основании можем вполне себе предположить, что для Гиммлера, ему было интересно, безусловно, но так, чтобы вот как Гиммлер этим увлекался, я бы не сказал. Если говорить тогда о Гиммлере, насколько это исторически подтверждено, что он этим увлекался? Ну, подтверждено на уровне, опять-таки, тех распоряжений, которые он давал относительно этих экспедиций, как он интересовался тем, что там находили, тем, что привозили в Берлин, ему было это чрезвычайно интересно. А что вот, кстати, находили из... Ну, там различного рода рукописи были, да, различного рода артефакты, вот это ему было интересно. Да, но опять-таки, еще раз повторю, что это такое влечение Гиммлера. Но это более, все-таки, такое получается историческое увлечение, чем желание, как в художественных фильмах, получение силы. Ну, понимаете, вот то, что вот про желание получения силы, это вот только в России я видел целые стенды в книжном магазине, оккультные корни национал-социализма или просто нацизма. Ни в одной стране Европы, если вы войдете в книжный магазин, в исторический отдел, нету такого количества литературы, посвященной оккультизму в Третьем Рейхе. Это поразительно просто. Это к вопросу о сознании конспирологическом. Почему-то только в России мы все ищем что-то там, вот это копье Зигфрида, крик Валькирии, вальгала, который где-то там маячит. Понимаете? Просто... Они просто не дорабатывают эти, типа, гееропцы. Верно, не дошли еще, да. В этом смысле мы более передовые. Так, давайте, да, несколько сообщений. Мы им еще много чего расскажем. Про Гитлера, имеется в виду сбежавшего в Аргентину, версия эта не нова, все уже изучено, включая интервью аргентинских приближенных. С учетом того, что в России под видом черепа Гитлера хранится череп женщины, все свидетельства основаны на том, что зубной врач сказал, что это череп Гитлера перед ним, больше ни на чем, кроме показаний врача, пишут наши слушатели. А по поводу черепа женщины, это же какие-то там в 2009-м что-то такое исследование было. Ну, понимаете, это действительно, ну, архив ФСБ, конечно, организация закрытая, но, насколько мне известно, там была создана международная какая-то комиссия с участием французских судмедэкспортов, которые принимали участие в идентификации. Вот совсем, ну, то есть, там, не знаю, в ближайшие, прошедшие 10 лет, я не помню сейчас точно дату. Ну, ну, хочется верить. Ну, хорошо. Мне просто честно непонятно, вот если вот радиослушатели скажут, а что это меняет? А вот, пожалуйста, радиослушатели объясняют. Значит, смотрите, два момента. Ну, значит, первый. Если он жил в Аргентине, это означает, что наши спецслужбы бессильно не могут найти, не могут выяснить, зачем мы тогда их содержим, что это меняет, с чего вы взяли, что показания ассистента-стоматолога это правда. И дальше Илья Камень в огород историков. Уж простите. Братья Богу. А еще версия или факт бегства Гитлера доказывает, что историки врут все это время и были бессильны в своих исследованиях, потому что им выгодно сказать, а что это меняет? Что касается последнего пункта, знаете, поступив на исторический факультет, нам вот прям в первом семестре сказали, что вы учтите, что есть такое профессиональное у вас будет искажение, потому что как только вы где-нибудь в публичном пространстве, ну, или, например, в поезде едете, в приличном обществе ляпните, когда вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пить, вот, и тянет поговорить, и вы скажете, что вы историк, вам скажут, что вы врете, скажите нам правду, потому что все давным-давно у американцев или Гитлер жив, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то, но хорошо, да, ну, кто-то, значит, лучше знает. Просто признайтесь, Илья, у нас в эфире, и все, скажите, что вы живете. Коммент-каут совершил. Да, совершите каммент-каут. Исторический смертный. Что мы все время времем, что я все до этого врал, а вот теперь скажу вам правду, и он жив. Вот, ну, просто я, честно говоря, что касается спецслужб, каких спецслужб, СМЕРШ, граждане радиослушатели сомневаются в СМЕРШе, это опасно. Вот. За скорбление власти можно подсоединить. И здесь историки уже не спасут, и на них не надо будет кивать. Вот. Что это меняет? Это изменит то, что Советский Союз путем колоссальных усилий одержал победу? Не изменит. Не изменит. Это изменит отношение к национал-социализму и к тому, что сделал Гитлер? Не изменит. Я просто не понимаю, что это меняет. Это изменит курс акций на бирже, потому что вдруг выяснится, что Гитлер расставил какие-то золоты. Это, кстати, может изменить. Да. А раз уж мы эту тему затронули, для историков война-то началась не только в Великой Отечественной, была же Вторая мировая. Безусловно. С 31 сентября 1939 года. С 1 сентября как началась, так и было. И мы принимали участие в том плане, в каком был подписан пакт между Гитлером и Сталином. Наша историография называется пакт Молотова-Риббентрапа или пакт о ненападении о добрососедских отношениях между СССР и Германией. В этом смысле Брестская крепость была завоевана немцами два раза. В 1939 году и в 1941. А в 1939 будет еще совместный парад. Сил Вермахта и РКК когда передавали собственно эту самую Брестскую крепость Советскому Союзу. Почему вот эту часть истории на ваш взгляд ну как-то не опубличивают? Ну потому что это уже вопрос политический. Но она есть эта история. Ну она разумеется есть. Есть документы. этот пакт который да ну прежде всего секретная его часть о разделе сфер влияния ее на протяжении всех послевоенных лет тщательно скрывали. Да впервые этот вопрос в публичной такой политической сфере возник во время первого съезда народных депутатов СССР когда об этом заговорили депутаты от Прибалтийских республик. И собственно Яковлев организовал комиссию. Да и будет найден он хранился в сейфе на старой площади в отделе ЦК. Будет найдена эта секретная часть и она будет она собственно опубликована там ни для кого никаких секретов уже нет. Другой вопрос что понимаете когда с одной стороны вы побеждаете абсолютное зло то становитесь абсолютным добром. Да потому что абсолютное зло может победить только абсолютное добро. А тут выясняется что до этого с этим абсолютным злом вы подписывали документы о добрососедских и дружественных отношениях и более того делили еще территории. Я просто не хочу никого здесь в чем-то обличить. То же самое можно сказать и про Великобританию и Францию которая тоже подписывала с этим злом в Мюнхене в 1938 году соглашение о разделе Чехословакии. Просто не нужно мерить здесь мы лучше а не хуже. как бы кто не без греха давайте так по-христиански чисто четверг. Да что оно и есть. Так где тело Гитлера спрашивают слушатели если есть тело то можно сделать генетическую экспертизу исключить все остальные версии. Андропов же по-моему приказал остатки-то уничтожены. они были уничтожены собственно окончательно смешаны с пеплом и золой собственно и развеяны их не осталось как бы нет материального субстрата никакого не осталось. То есть это сделал Юрий Владимирович Андропович? Да это было запроведено по его инициативе да КГБ это курировало. Ну вот собственно говоря вам и ответ подожди сразу вопрос пришел сразу пришел а почему через столько лет было решено уничтожить останки пишет нам Олесия. Слушайте давайте я вам еще подкину конспирологическую версию сразу после уничтожения остатков Гитлера Андропов и умер теперь мучитесь. Нет его стали травить он по-моему еще это было проведено еще по-моему до того как он стал генсеком но собственно с этого момента у него начались проблемы с почками. Его начали вот он как только уничтожил остатки Гитлера ему начали вводить цианиды медленно они накапливались и после этого он умер. Теперь я не успев совершить начатое теперь пожалуйста напишите об этом историческую книгу потому что но только единственное мое авторство чуть-чуть добавьте надо кино снимать книги про такие темы надо снимать фильмы мне кажется и больше народа пойдет и больше можно заработать еще комментарии от слушателей сложно представить что такой параноик и аккуратист смог поднять на себя руку легче представить как он бежит как трус подставляет насмерть кого-то другого вместо себя я не в защиту конспирологической теории а в плане характера человека и инстинкта самосохранения пишет нам Лата из Нижнего Новгорода которая же и поясняет что русские подвержены конспирологии не потому что нам скучно а потому что ум пытливый не то что у холодных европейцев пишет Лата по поводу трусости ведь это по-моему далеко не так вот я тоже хотел сказать в этом его нельзя упрекнуть я бы не сказал что то что он был аккуратистом да это да у Эриха Фрома будет целая работа такого психоаналитического плана Агдуль Гитрилл классический случай некрофилии а что касается его там трусости храбрости но будем забывать что он был участником первой мировой войны куда добровольцем пошел получил железный крест был подвержен газовой атаке был ранен а собственно когда был пивной путь в 23 году он тоже не побежал и собственно предстал перед судом другой вопрос что это был за суд и в каких условиях он содержался там в Мюнхене но тем не менее обвинять в его трусости мне кажется это было бы очень большой натяжкой очень ну и вообще лишить себя жизни в этой ситуации еще и ядом еще заставить жить сжечь ну да ну это так ну да мне кажется он как раз мог взять на себя ответственность по крайней мере за свою жизнь точно если он брал ответственность за всю страну а то что сознание уже было несколько изменено это да но в такой ситуации но у кого бы оно не было изменено ну понимаете у него совсем был какой-то странный тот же Шпеер вспоминал что он же притащил в себе в бункер макет Берлина после перестройки то что он хотел сделать то что должно было назваться Германия этот огромный город и у него был в бункере они с Шпеером там смотрели уже ведет артобстрелы уже бои идут в Берлине собственно он говорил это вообще хорошо сейчас русские здесь все значит уничтожат нам будет меньше работы сносить мы сразу будем с нуля строить и все это построим психологическая блокировка происходящей реальности да и потом в ответ соответственно да когда уже стало понятно сказал ну тогда хорошо пусть немцы будут уничтожены раз они не смогли победить значит такой народ не заслуживает права на жизнь вот собственно ну да но сам себя ограничил в некой ну там уже измененное действительно сознание было бы удивительно если бы оно было другое ну и вот слушатели под видео трансляции пишут что есть мнение о имеется ввиду посмертном сожжении трупа это сделано было для того чтобы не на другая листь типа личные тараканы сейчас правда это уже не установить этот факт плюс 7903 7976333 друзья у нас еще будет несколько минут на разговор в том числе на общение с вами пишите мы скоро продолжим Потапенко будет у нас подходит к концу час у меня по прежнему кандидат исторических наук доцент кафедры всеобщей истории институт общественных наук Ранхикс Илья Женин и мы что да я хотела просто вот озвучить еще сообщение вот среди вот этих конспирологических разных теорий отсутствия попадаются и вот такие вы знаете мне кажется если бы Гитлер разбежал в Аргентину остался бы жив то уж кто кто а парни из МОСАДА достали бы его точно сомнений у меня в этом нет но опять же вспоминаю это и операцию о похищении Эйхмана и потом вот этот гнев божий то что после олимпиады в Мюнхене было Илья расскажите пожалуйста продолжает слушатель кого из сбежавшей верхушки еще удалось найти и поймать как Эйхману например ну прежде всего здесь конечно Эйхман там был ряд персон но Эйхман был важен потому что он был ответствен за ну сейчас выражаясь современным языком за логистику организации лагерей смерти ну то есть вот все что касается логистических операций кого куда в каких количествах через какие транспортные средства поэтому он был и он был одним из тех кто принимал участие в анзейской конференции то есть это конференция которая была в 42-м году в январе 42-го года где был вот принято окончательное решение еврейского вопроса на который Гитлер между прочим не участвовал если к вопросу о Гитлере да и он был самым важным что касается остальных да там мы их периодически вывозили в Израиле судили но также были и процессы в ФРГ над теми кто не просто состоял в партии а принимал участие в каких-то карательных акциях и их судили за военные преступления преступления против человечности вот ну собственно мы видим и даже вот буквально там недавно здесь новость прошла про еще какого-то очередного охранника СС которому 90 с чем-то лет да что он будет тоже предстанет перед судом в этом смысле потому что этих преступлений нет срока давности вот поэтому если сейчас еще что-нибудь вскроется то могут вполне тоже начать процесс ну я думаю что уже живые свидетели это шансов на их нахождение ну и да я согласен в этом смысле то что сказал радиослушатель совершенно верно потому что Израиль бы уж точно провел бы какую-нибудь операцию завалили бы и если бы уж так сказать искать какие-то концы то надо конечно обращаться в Израиль Моссад свое дело знает у которых есть да очень много сведений да длинные руки они дотянутся 903-797-6333 ватсап и смс портал вы можете написать свой вопрос и задать ему сегодняшним данных историкам дают гранты только на поддержание официальной истории конечно в теплом кабинете этого понять невозможно я вам больше слушательница и зрительница ведет трансляции зла я вам больше скажу что я вам дополню в эту версию историкам дают эти гранты проклятые подпиндосники и гееробцы поэтому историки такие как Илья не просто выдают ложные версии они эти версии осознанно создают и пропагандируют и пропагандируют чтобы мы не знали всей правды и поэтому когда он к нам приходит он искренне лжет мне нужно отчитываться по гранту я вот прихожу специально с отчетом на отдел на работе 5 и 25 они отправляют соответственно в Вашингтонский обком и в Ангеле Меркель лично отчет о том как они потратили эти гранты и насколько сильно оболгали историю да очень много времени у историков занимает эта работа в теплом кабинете вообще тяжело работать особенно если нет кондиционера следующий грант пойдет на покупку оборудования кондиционера чтобы был не только теплый нужен прохладный кабинет с хорошей минеральной водой с конопой Илья и напоследок спрашивают у нас слушатели где можно следить за Вашими лекциями может быть книги может быть ютуб канал ну что-то такое ну какие-то лекции есть на просторах интернет вот где я как раз читаю лекции по истории Германии только по истории Германии но я по образованию германист германист у меня еще лекции по российско-германским связям отношениям по первой половине 20 века прежде всего спасибо 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 за интересный веселый разговор и правильный отчет мы передадим все в Вашингтонскому оборудованию прежде всего